МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У лидеров Решицкий район, он первым на Гомельшине завершил массовую уборку сбожжевых и унес около 10% у хлебный каравай региона. Завышь тысяч тонн сбожжу в области намолотили больше, как 170 экипажов-комбайнеров. У лидеров с поборництва механизаторы КСУ, пагарокомбинат Холмич, два экипажа намолотили омаль 4 тысяч тонн сбожжа. Сгодно с запошними личбами, Гомельская область все лето один на Украине, перевышая летошний покашек ураджайности. До конца текущего дня мы перешагнем рубеж в миллион тонн зерна. Средняя урожайность по области составляет 31,4 центнера за гектара. Это выше уровня прошлого года, более чем на 6%. В ближайшие дни мы планируем завершить уборочную кампанию и иметь не менее миллион сто тысяч тонн зерна. Многие, кто мая хоть невеликий кавалочок земли, градку або город, спробували вырошивать на им кавуны. Отримливается далеко не во всех. Здымочная группа телеканала Мазыр побывала у поселку Крыничны. А маль 20-килограммовые кавуны на мазырской земли вырошивает семья осадовых. Только что сорван из градки кавун лопается, как только уставишь у его нож. Ого, как лопается. Ружовый белорусский кавун – такие соковитые и солодкие, что ничем не соступая знакомитому астраханскому. А по внешнему выгляде их на огонь не одрознить. Вага белорусского кавуна досягает 17 килограммов. Сегодня Агель Осадов – специалист по вырошиванию паудневой ягоды на Мазырщине. Кавуны займают больше, чем пол гектара земли. Тут их некольких атунков – самостойно, методом спропы, помылок. Агель подбирал технологию их вырошивания. Долгий час не отрымливался, а левось уже некольких годов запор у раджа и радуя. Арбузы, как-то все он боялся рисковать. Немножко попробуют – не получается, пробуют – не получается. Ну а потом уже пока выбрали нужные семена, которые подходят для нашего климатического пояса. Ну и, конечно же, рассадным способом по-другому. Уже в прошлом году было очень хорошо, позапрошлом году было очень хорошо. Ну и в этом году мы тоже попробовали арбуз, уже 15 килограмм он привез. Он был не очень красный, но очень сочный и очень сладкий. А почалося все с культур традиционных для нашей мясцовости. Бульба, морква, помидоры, бураки, капуста, баклажаны. Яны и тяпер тут растут. Але паудневая кровь Айгель Зазербайджана так и тягнула до чего-нибудь экзотичного. Увы, неку выросшивание кавуновы дынь перейшло у промысловые масштабы. Фермерская господарка осадовых мае некальки гандлёвых кропок на рынках города. Пакупники не верят, коли им кажут, что это мазырские кавуны. Тому Айгель, стамившись доказывать свою правду, каже, что ягда астраханская. Я могу сказать, что у наших, которые мы выращиваем, арбузы, толстая кожура, и они очень сочные. И не мелкие такие, когда вы разрезаете, видите, что мелкие такие крупиночки. У нас как-то крупнее крупиночки. В минулом году осадовы собрали каля 25 тонков унов. Каля обыдется без ранних заморозков, у раджая будет не меньшим. И таким же экологичным, чистым, у литеральном сенте хатним, солодким и саковитым. Илона Шауловская, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель». Практично усе школы Гомельской области готовы до нового навучального года. Причим, некоторые язык после рамонта уже отчинили дверы для дядьсей. Сегодня тут працуют школьные оздоровленческие лагеры. Олег Сентюров ознайомился со станом справ. Эта школа, хотя находится у поселка Большавик, а она называется Торфозаводская. У гонор-продприемства, за открытием якого и почалося створение усягонно-селенного пункта. Первую школу тут открыли в 1932-м, непосредственно этому будинку 10 годов. Правда, и гэта, хотя сухопила, как возникла необходность проведения так званых косметичных рамонтов. Недзе перефарбовали стены, недзе пофарбовали подлогу. В некоторых классах отрамотовали меблю. Причим, усе работы провели за кошт спонсоров, плачков и мясовых предприемств. Инша справа, что ход работ пришлось оконтролировать керавництву школы. Сегодня иснують жорсткие санитарные потребования, порушать якие нега неяким чинам. Особливая увага створению для наученцев беспечных умов. С гэтой нагоды, все набытые, от фарбу до лямпочек, поведно обовязково иметь отповедный сертификат. Составляем договора. Родители по договору сдают нам материал строительный. Мы сегодня его оформляем договором. Вот эти договора мы сегодня сдаем в отдел образования вместе с копиями чека и актом списания этих материалов, которые сегодня были использованы для ремонта школы. У школах Будокошалевского района, а почнега термину «приемы школ» чекать не стали так самым. В початковой городской школе для проведения усих необходных работ притягнули больше 100 миллионов рублей. Причем, а прича батьков и предприемств, значную допомогу оказала гуманитарная организация из Италии, куды белорусские дети выезжали на оздоровление. Плюс сродки зарублены самостойно. У вынеку сдачи макулатуры и металлолому, например, как вынеку, все запланованное выконали в полном объеме и готовы принять в Ушню хоть зараз. Правда, негде дичина то, что до первого вересня еще мальт-ритыдни, некоторые из их уже наведывают установу. Капсу встретиться с наставниками и себрами, рассказать о плетнем отпочинку, а еще поделиться думками об тем, что новый научальный год обовязково принесе шмат новых уроженю. Я читаю понемножку, решаю примеры, читаю таблицу умножения учу, пишу русским языком, занимаюсь белорусским, немножко английский учу. Хочется, чтобы еще погулять, но в школу все равно нужно ходить. Олег Сентюров, Валерий Капанько, Телерадо и компания Гомин. Даредший говор к обготовности школ до нового научального года, якости аддукации и квалификации наставников подзе у черговой программе «Диалог». Свои пытания можно задать начальнику управления аддукации гомельского облвыконка Мася Ргею Порошину. Поважанные телегредачи, звертаем вашу увагу на то, что наступный выпуск программы «Диалог» можно убашить у промым эфиры на телеканале «Беларусь-3» у понеделок 15-го жнивня у 19-го 1. Номер телефона у студии 77-68-45. У апошний месяц школьных каникул у Гомеля началась акция «Беражи себе сам». Яна накирована на профилактику неосчастных выпадков сярод детей и молоди. В Новобелецком районе областного центра удельниками акции стали вушни молодших классов. С допомогой листовок дизайн, яких распроцовывался непосредственно в школах, яны закликают своих ровесников быть больше уважливыми на дорогах. Одночасово на усих пешеходных переходах, які размешаны каляновучальных установ, школьники намалевали смайлики, які повинны притягнуть увагу дяті і таким чином заморозить їх рух перед пероходом в улице. А прочатаго удельники акции, готовые на словах раслумашить кожному жадаючому нескладанное правилы поводзін на дороге. Надо идти по пешеходным переходам на зеленый свет. Сначала надо посмотреть налево, когда дойдешь до середины дороги, надо посмотреть направо. Державтоинспекция Гомешины обзавялась службовым автобусом, які при необходності здольны не тільки пераутвориться в мобильный блокпост ДАИ, однаки виконват самый широкий спектр службовых задач. Новая техника, экспериментальны проекты і пакуй, што йон немай аналога Украине. Во управлении Державтоинспекции по Гомельской области отбулася презентація нового обсталяванного по опоштному слову техники транспортного сродку. Службовый автобус ДАИ оформленный у стиле профессийной символики и оснащенный усіми необходимыми сродками гукового и светлового повящения. Салон машины обсталяванный только сучасными электронными системами выявления порушальников, радарами, аппаратно-програмными комплексами, видеорегистраторами и радиостанциями, які працуют на разных частотах. До того, що в автобусі знаходиться зона для отпочинку і мини-кухня. Планується, што машина буде використовуватися з мэтой выезду на мероприємств, зв'язанне з навучанням дятей, для переодолення далеких дистанцій, виконання поставленних задач, а так само отпрацовок автомобільних дорог Гомельской області. У свій перший рабочий рейс службовый автобус ДАИ отправиться 19 жнівня. Мы можем реагировать на процесы перемещения потоку транспорта, непосредственно на трасі любого значення, развернуть стационарный пост, работать в режиме фильтра, тем самым контролировать вопросы законності перемещения товароматериальних ценностей. Єсь в очі у кветок. Выстава картін под такой назвой открылась у галереї Палаца Румянцевых і Паскевичаў. Творы відомых гомельських мастаков у жанры натюрморта представлены на суд гостей экспозиції. Одна з перших докранулася до пригожиха і наш корреспондент Ганна Коральчук. Колекція музея гомельського палацево-паркового ансамбля налічвая більш за тысячу полотнов і попавняється кожный год. Зробіць выбор на корысть флористичных мотивов для новой экспозиції супрацовнікаў музея натхнілі паэтычныя радкі Марыны Цвятаевой і Расула Гамзатова. Жнівінь – гэта самычаскаб парадуваць сябе сакавітымі фарбамі адыходзячага лета. С маляўнічых творам на нас глядзяць разнастайныя кветкі – лилеи, вергіні, сланечнікі, мальвы і флоксы, напісанныя гомельськими мастакамі з варікай любов'ю. Ми поместили інформацію о художниках, чьи роботи здесь представлены, і які давным-давно ушли із житні. Це і художники, які обучались искусству в начале 20-х годів, ну і безвременно ушедші гомельські художники, напрямер, Гайлевич Александр Владиславович. Ну а також і живые, ныне здравствуючі художнікі, ані здесь пришлі к нам на выставку. Выявы кветак перадаюць глядачу пазітывны настрой і ставлення до життя, гулацціва і хаутарам. Творы намаляваны ў акадымічны манеры, асновная частка палотна, фетоакварэль, але ёсті карціны, выкананныя алеям. Аким Шаучэнка, Марія Ягорова, Алена Машкоўцева і інші, лядомы імёны складаюць золоты запас фондов музея. На адкрыці ў гастей выставы была махчымась сустреца і пагутарець некаторымі мастакамі. Цвіты, ані белы, і ландыші, і нарцесы, ані в атом свіченні закатного сонца дают такое мягкое, уютное ощущення тёплого вечера. І ана іконографічна, ана в принципі сделана в формате іконы, у нього даже ест такой ковчег, как іконы, іконы, такой фон. І вот цвіты, как элемент творення, тоже присутствуючі, і тоже, како-то я говорю, скоротечності жизни і світов, і людзей, да, вот расцвет, гадання. Ганна Каральчук, Михаэл Рабкоў, телерадео кампанія Гомель. Свежая паветра, природа і карате. Выхованцы Гомельськага центра адзінаборства у гэтая дні знаходяться у Рэшэскім районі, дзе разгарнувся летній лагер. На протягу пяти апошніх гадоў юныя каратысты разам з трэнерамі, у міжсізоння выяжаюць на спортывны палявы збор. У гэтым годзе до Гамельчан долучыліся спортсмэны з Калінкавічаў і Мінска. Умовы практична спартанскі. Побыт приходяцца уладковыць самім. Спаць ў палатках, ежу гатаваць на вогнішчым, да таго ж ясчэй шматгадзінныя трэнерокі. Але карате пачас такіх палявых выходаў не самая галовныя. Загартовка, яку ў хлопчики і дзеўчаты отрымаюць за сім дзем на прыродзе, да поможа ім не толькі ў спорці, але і ў жыцці. Это формірування їх характера. А шо такое характер у челэка? Это характер, это, конечно же, работа і трудяцца і приносит пользу родине. Перша пачаткова лагер арганізовываль, так бы мовіць, толькі для сваіх, аднаку апошні гады падтягнуліся каратысты з іншых регіонов. У минулым годзе далігація з Мінска налічвала 5 чалавек, у гэтым годзе ўже більш за 20. І справа не толькі ў прыгажосці месцца, дзе размяшаюцца лагер. Сумесныя трэнерокі, абмен вопытам і наладжвання новых сябровскіх сувязів. А крам'я таго, такі-то днёвый палявый выход, добрая школа самостойності для спортсменів, у тым ліку і для самых маленьких. У нас ключова задача, крім мероприятий, які поставлены здесь, в целях обкатка малышей. Т.е. 5 чалак малышей у нас, 6-леток, приїхали впервые в сваі жізні в лагер какой-то, не то, що по тематіці наші спортивні. Паэтаму проявління самостоятельності, дисципліна в інших условіях, нежели чем в треніровочном зале, віддельно від родітелі. Головная відома шкаратэ, шмангадзінні треніровки, у тым ліку і ночні, загартовка тіла і духу, працана техніка і фізичній підріхтовкай. Однак стомліності нема. На свежим повітрі, кажуть юні спортсмені, треніровки проходять с лягчы. Однак не тільки спортивний вопыт отримливають хлопчики і дзялчынки. Як развести огонь, приготавати ежу, поставити палатку. Тодзень життя на природі подарує децям нові веды і уміння. Так само новіх сяброў. Я післе цього лагеря научився там огонь разжігати, все такое. Дець даже похвалюв мене. Організаторы подрахтавали для удзельніка мнозство сюрпризів. Надалі увагу і патриотичному вихованню. Гостями лагера були представнікі воєнна гістарышнага клуба, 53-й мотостралковы полк «Нкус». Патримаць у руках зброїць і праймераць амуніцію часов другой сусветной вайны отримліваецца не кожны дзень. Так само у плані булі розныя спаборніства. Утым ліку по футболі, прикладным шмат бор'ї, виктарыны па гісторій Беларусі, каратекіо Кушынка, на так само рыбалка і катання на конях. Так што гэты тыдзень запамніцца дзетям. І навратце хто-небудь адновіцца вярнуцца сюды ў наступным годзе. Максим Савін, Максим Славін, телерадиокампанія «Гоміль». Паважані глядачы, з 16 жнімня на телеканалі «Беларусь-3» з 19 до 21 глядіцца перадвыбарныя выступлений кандыдатов у депутаты Палаты працтавніков національного сходу Республіки Беларусь шостага склікання. А з 24 жнімня вы можыцца пачуть выступлений кандыдата у ефіра рады «Гоміль-ФМ» на хвалях 101.3 з 7 до 8 гадзін раніце. Час вызначены ў выніку жарабьёвкі. На гэтын выпуск завершен. У студіі працаваў Александр Гамоля. Усягу вам добрага і до сустречі в ефіре.